Так вот, пространство картины, позже описанной абстракции, содержало намёк на что-то большее, как дефект. Вот дефект вот этой простой схемы двух осей пространства, одна метод академического отражения человеком природы, что проявилось в перспективе, в иллюзии создания пространства. Вот супер иллюзия, это виртуальная реальность, тот же академизм. И вторая ось, это игра, игра человека в это, и если мы рисуем факт того, что мы рисуем, то в этом, по крайней мере, нет вранья. Но истины тоже нет, хотя есть намёк на неё, некий дефект. И развитие позже описанной абстракции, которая, конечно, не остановилась ни в 50-е, ни в 80-е годы. Это орфография этой ошибки, вот этого дефекта привычной геометрии, плоской. Ну, собственно, это и привело вот к принципу сверечности, буквальное воспринимание которого привело к антопрорарию. Но, тем не менее, пространство вот в этой метафоре сферы, как бы вот множество, множественность измерений. Она очевидна, даже вот в метафоре сферы. То есть, сфера социальных игр, бесконечный бег по кругу, наличие противоположных игр, противоположных точек зрения. Равнозначность, равноценность всех игр. Вот этот вот принцип консенсуса, начального постмодернизма, когда он был определен концепциями философов. Вот, дефект, дефект уже сферичности. Это пространство раскрывает дефект сферичности, некий сбой игры, нарушение правил. И это нарушение правил, обрушение сферы самой себя, выворачивание наизнанку этой сферы социальных игр. Сингулярность. Сведение к точке, вот к этому потерянному нулевому блоку, который, развиваясь посредством цепочек обобщения, блокчейн, произносимых как блокчейн. Блокчейн, это вот буквально поверхностная интерпретация, такой вот хайп. Этого принципа развития, то есть заполнение пространства, ограниченного вот поверхностью социальной игры, между вот этим потерянным нулевым блоком, блокдзен, он же блокчейн, и вот сферой социальных игр, то есть вот путь от одного к другому.